Добрый день, уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Алексей Михайлович. Александр Михайлович очень рада видеть. Конечно, бы хотелось и очно увидеть. Мы будем надеяться, что в следующем году мы встретимся очно. Самое главное, хочу поделиться небольшим таким опытом, который есть в нашем регионе. Понятно, у нас есть свои трудности, свои проблемы и с организацией, и кадровые проблемы. Но тем не менее, за трехлетний такой период у нас есть определенный опыт. И очень бы хотелось с этим поделиться, потому что именно консультирование специалистами центров для нас очень важно. Как клиницистов, так же это и для пациентов очень важно. И в первую очередь путем вот этих телемедицинских технологий. Поэтому немножко на такой нормативной базе остановлюсь, а потом дальше перейду уже непосредственно. Так, презентация есть у нас, да? Можно уже. Ну, во-первых, в первую очередь это то, что у нас телемедицинские технологии, они определены федеральным законом 323, статья 2, пункт 22. И четко дает, что обеспечивают эти технологии. В первую очередь это дистанционное взаимодействие в медицинских работах между собой и пациентами, и законных представителями, идентификация и аутентификация указанных лиц. Но самое главное, это, конечно, третье, это документирование совершаемых ими действий при проведении консилиума, консультации, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента. То есть мы прекрасно понимаем, что самое основное, конечно, это именно документальная наша подготовка, получение заключений, которые потом используются в дальнейшей нашей работе. Но и самое главное требование, которое мы нашли, это, конечно, что вся медицинская помощь с применением телемедицинских технологий оказывается исключительно по юридическому адресу медорганизации в соответствии с требованием восстановления правительства Российской Федерации о лицензировании, чего мы и придерживаемся в целом. Какие основные еще приказы Министерства здравоохранения и также на нашей территории, именно в Вологодской области, ломентируют эту деятельность. Это от 2017 года приказ 965-й Н об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, также письма Минздрава России от 2018 года, также о порядке организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Но, учитывая 2020 год, он внес свою корректировку с ковидами, с ограничителями мероприятиями по ковид-инфекции, и на нашей территории также были изменены приказы. И вот в июле 2020 года Департамента здравоохранения, 338-й приказ об организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий на территории Вологодской области, и там также прописывается и взаимодействие с центрами, и непосредственно на нашей территории. И в мае 2020 года непосредственно приказ учреждения, то есть Вологодского онкодиспансера, который позволил улучшить нам взаимодействие между врачами по именно оказанию помощи с помощью телемедицинских технологий для пациентов. Что отрадно, с новым приказом, который вышел 19 февраля 2021 года, 116-Н, четко регламентировано правила организации по отделу, именно с применением телемедицинских технологий. Отражены кадры. Конечно, вот меня, учитывая то, что мы три года уже работаем, и именно в нашем учреждении, можно сказать, в настоящее время фактически только работают три специалиста. То есть это программист, медицинскую сестру, которую мы взяли в 2020 году и приняли на работу. Ну и всю, так скажем, организационную и врачебную осуществляю непосредственно сама. То есть в настоящее время пока кадров нет. Но учитывая то, что у нас есть люфт какой-то до января следующего года, постараемся, конечно, максимально укомплектовать, найти специалиста, потому что мы прекрасно понимаем, что это должен быть отдельный человек, который будет непосредственно заниматься данной работой, потому что все мы видим и прекрасно понимаем, ну это не функционал, именно заместителя главного врача по оргметодработе. Что у нас имеется? Слава Богу, в мае нам отремонтировали и выделили новое помещение, а так мы были приспособлены в довольно-таки брачном помещении. Теперь у нас есть свое. И этот кабинет оснащен у нас двумя автоматизированными рабочими местами. Имеется система для проведения видеоконсультаций и, конечно, защищенный канал связи. Ну, а теперь поговорим о том, как мы работали. В 2018 году, ну, Анна Николаевна тоже сказала, что у них очень маленькое количество было консультаций. Вот у нас было только две. В 2019 году 51 консультация с центрами. Ну, я хочу сказать, 2018-2019 год, это только МИЦ Петрова, мы с ними работали. Это было, ну, так скажем, мы начинали, учились и вместе с коллегами пытались что-то вот организовать. Конечно, максимально пришло на 2020 год, ввиду того, что, опять же, с ограничительными мероприятиями были не всегда возможности у самих пациентов доехать, проконсультироваться в центры. Ну, и все мы прекрасно понимаем, что это гораздо удобнее. И для специалиста, и для пациента. И вот за пять месяцев у нас практически уже 300 консультаций с центрами запроса мы сделали. Ну, давайте пройдемся по центрам. Конечно, львиная доля – это МИЦ Петрова. Что еще куда мы отправляем? Это в центры радиологии, в Блохина, в центры нейрохирургии. Есть единичные случаи еще в другие центры, но максимально мы работаем, конечно, с МИЦ Петрова. Что мне бы хотелось сказать и остановиться вот на этом моменте. Конечно, мы очень благодарны МИЦ Петрову, мы с ними работаем, легко как-то находим общее понимание. Мы получаем действительно, вот Анна Николаевна сказала, пять дней, там шесть. У нас есть случаи четыре дня, когда мы получаем уже эти заключения. Проблемы у нас остаются с остальными центрами. Бурденко, если там до 18-ти. Вот сегодня обратились пациенты, которые еще 25 мая мы направили на тело для медицины. Сегодня мы еще не получили, но это сразу говорю, это не Петрова, то есть это другой центр. До сих пор не получили ответа. Конечно, мы пытаемся писать, взаимодействовать, но я еще раз говорю, не все зависит и от нас. Очень бы хотелось, чтобы центры реагировали более быстрее, потому что сроки оказания медицинской помощи также по телемедицине установлены, то есть 4-5 дней. Что хочу сказать, что в соответствии с протоколом совещание, которое было директором центра, это от 2018 года, обсуждение на зоологии, которые подлежат обязательной телемедицинской консультации при первичной диагностике и в случае прогрессирования в МИЦ. Сразу хочу сказать, конечно, мы не сразу начали работать по данному письму, но благодаря тому, что взаимодействию с центрами, с выездной работой, которая была к нам, мы, конечно, активизировали эту работу практически в 2020 году, 100% по этим на зоологии мы направляем пациентов на консультации или с помощью технологии, или на очные консультации. Ну, что касается локализации, которую мы в основном направляем, это, конечно, пациенты с раком легкого, раком молочной железы, с опухолями желудочно-кишечного тракта, практически все локализации в соответствии с этим письмом. Ну, кого чаще направлено? Конечно, это с метастатическим поражением, с прогрессированием на фоне лечения, при прогрессировании, при той же терапии, которую мы понимаем неэффективно, когда идут подозрения на злокачественное образование, невозможности верификации здесь у нас на месте, и, конечно, мы направляем на телемедицинскую консультацию возможности потом дальнейшего лечения, обследования непосредственно в центре. Что дают нам вообще проведение телемедицинских консультаций? Конечно, их можно разделить на два раздела. Это то, что мы даем для пациентов, что это удобно для пациента, и, конечно, для специалиста, какие возможности. Но, в первую очередь, для пациентов это уменьшение финансовых затрат, не тратят на билеты и так далее. И самое главное, благодарны даже пациентам, они с удовольствием идут на телемедицину, даже подходят и говорят, Людмила Петровна, а можно нам это провести? И мы, когда я советуюсь с специалистами, с докторами, они говорят, да, конечно, мы это все согласны с вами. Вторая сторона, я думаю, тоже очень важна, это моральные и физические силы сохраняются у пациента, потому что морально зачастую наши пациенты из отдаленных регионов, они не только в Вологде редко бывают, не говоря уже куда-то ехать в Москву или в Санкт-Петербург, особенно многие одинокие, нет сопровождения, то есть для них это всегда такой стресс небольшой. И плюс физически мы прекрасно понимаем, состояние пациентов не всегда позволяет доехать. И самое главное, даже вот больше, наверное, со второй половины того года и сейчас пациенты очень любят узнать второе мнение, их очень интересует мнение специалистов центра, поэтому они, еще раз повторяюсь, настаивают иногда на теле медицинских консультаций, прям, и спасибо. Вот они, Николай, мне, она всегда идет на выручку и всегда нам помогает, и мы отправляем даже такие запросы, которые для нас и понятны, но тем не менее нужно второе мнение. Что касается для специалистов, конечно, опять же, это получение мнения по тактике ведения, лечения пациента, то есть мы сами оцениваем, насколько мы правильно ведем пациента, насколько правильно мы действуем, с использованием тех или иных и клинических рекомендаций, и стандартов, но есть, мы прекрасно понимаем какие-то нюансы, что все предусмотреть невозможно. Это дополнительная страховка, опять же, для нас, потому что мы опираемся на специалистов центров, мы юридически защищены в какой-то мере, и для нас очень важно также эта работа для оценки вообще уровня наших знаний, то есть компетенции специалистов нашего областного онкодиспансера. Ну и, как всегда, это дополнительный образовательный процесс, потому что мы тоже анализируем ту работу, которая и по заполнению, предоставлению той или иной документации, мы все время это анализируем, обсуждаем. И, конечно, это учеба не только для нас, я думаю, и для центров тоже. Но есть определенные проблемы. Когда мы получаем заключение, не всегда прописываются те рекомендации, которые вот по обследованию, то есть требуются дополнительные методы. Они не всегда входят в обязательный перечень клинических рекомендаций, но, конечно, мы выполняем и стараемся обследовать пациентов. Зачастую это им приходится даже то, что у нас в регионе нет, это и на ПЭТ-КТ направлять, и на иммуногенетические исследования. Это, опять же, какой-то временной отрезок. Что еще? Это превышение сроков ожидания заключений центрами. Это тоже сказывается в нервозном состоянии пациентов. И доктора у нас зачастую, когда придет, где это заключение. Какая трудность у нас еще в регионе? Это, естественно, что проходит некоторый ряд исследований. Они проходят в других учреждениях в Вологодской области, где не всегда правильно соблюдают те требования, которые нам нужны для постановки иногда диагноза, узнать прогрессирование и непрогрессирование. То есть без контрастирования, без жесткого носителя предоставляется информация. И нам приходится повторно записывать этих пациентов у нас, все это переделывать, и потом предоставлять, опять же, эти данные в центр. Ну и как следствие, это удлинение сроков оказания медицинской помощи. Ну и еще одна проблема, которая возникла у нас. С одной стороны, очень хорошо. Мы прекрасно понимаем, вот вышел приказ Министерства здравоохранения, 231-е утверждение порядка проведения контроля объемов сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, застрахованным лицам, а также ее финансовое обеспечение. Есть раздел 3, где идут нарушения, выявляемые при проведении экспертизы качества медицинской помощи. И вот в разделе 3.2.5 там четко прописывается, что с применением телемедицинских технологий при необоснованном выполнении данных рекомендаций. То есть, если мы не будем соблюдать все рекомендации, которые даются центрами, к нам будут или взыскание, так скажем, это размер неоплаты или неполной оплаты, затрат на медицинскую помощь, или вообще могут накладываться штрафные санкции. То есть, получается, юридически мы немножко остаемся в такой ситуации, если строго все это исполнять, но, опять же, у пациента могут как-то меняться и состояния, и пока мы дожидаемся той же консультации. Есть какие-то моменты, которые, может, что-то мы не дописали, и с учетом нынешнего состояния пациента, мы все равно остается право за лечащим врачом, онкоконсилием нашего диспансера, как бы там ни было. То есть, очень хотелось бы какие-то рекомендации или возможности, то есть, необязательный характер или возможность какого-то другого проведения. Ну, это наше предложение, но не знаю, потому что мы прекрасно понимаем, чем больше мы увеличиваем проведение телемедицинских консультаций, это, с одной стороны, очень хорошо, но мы прекрасно понимаем, что увеличивается риск и в какой-то степени финансовый для нас, медицинских организаций, именно в субъекте. Ну, и предложение, что бы хотелось нам. При заключении, когда телемедицинские, обязательно указывать, это альтернативные какие-то режимы химиотерапевтического лечения. Это просьба не моя, это просьба специалистов наших, потому что, мы прекрасно понимаем, не всегда есть те финансовые возможности в учреждении, потому что нам выделяют определенные объемы, то есть количество КСГ, и в рамках этого необходимо лечить пациентов. И бывает невозможной закупки какого-то лекарственного препарата, но если однозначно прописана эта схема, мы ее обязаны проводить. Да, есть возможность направить в другие центры, в другие регионы, пользуясь даже 86-м регионом, мы все прекрасно понимаем, но есть пациенты, которые по ряду каких-то причин просто не могут выехать из региона, и они ждут, когда же получат они эту помощь здесь. По возможности использовать коллегиальный подход при заключении. Что я имею в виду? То есть не только заключение химиотерапевта, а и радиотерапевта, потому что мы прекрасно понимаем, что есть нюансы, которые требуют окончательного уже вердикта по тактике ведения пациента. В ходе работы, если это есть возможность, уже опыт есть, обсудить это с регионами, и все-таки разработать какие-то методические рекомендации по телемедицинским консультациям в разрезе нозоологии, я не говорю полностью, а именно конкретных нозоологиях, где четко бы указывались даже сроки, ну рекомендуемые, так скажем, диагностических исследований, которые мы направляем на телемедицинскую консультацию, потому что если у нас прописаны сроки при наблюдении или так далее, когда мы смотрим корректировку нашего лечения, везде в клинических рекомендациях зачастую звучит 3 месяца. Когда мы направляем на телемедицинскую консультацию, у нас даже и 2 месяца есть, где-то полтора, ну где-то и месяц, но для специалистов этого уже срока мало, то есть, как говорится, здесь и сейчас. Но мы прекрасно понимаем, что так максимально сразу мы это все тоже сделать не можем. Ну и последнее предложение – это расширение очных консультаций, но это больше всего, я так думаю, это для регионов, для нас самих, потому что это возможность, это дополнительного, опять же, обучения, знакомства и более точного представления пациента в центр для специалистов, ну, чтобы более качественные были даны рекомендации. Ну, пожалуй, вот это вот основное, что я хотела сказать по презентации, но мне огромная благодарность всем специалистам, кто на обратной стороне, кто дает нам консультации. Мы прекрасно получаем данные о том, что… Верни мне, пожалуйста, тот слайд. Прекрасно понимаем, что это бесплатно зачастую происходит, это свободное время, и с нашей стороны это также, так скажем, безвозмездно происходит. Если у вас хоть что-то выделяется, у нас это нет, но я надеюсь, когда мы кадры подберем, когда мы откроем свой отдел, и будут определенные люди, и это будет уже не вменено в обязанности, а как дополнительная оплата для наших специалистов. Но я хочу поблагодарить тех специалистов, Дмитрия Петрова, особенно Татьяну Юрьевну Семеглазову, Замиру Ахмедовну Раджабову, Григорию Владимировичу Извиновьеву и Алексею Викторовичу Новик, которые очень часто дают нам заключение. Ну и отдельное спасибо, конечно, Анне Николаевне. Еще раз благодарю за внимание. Если есть вопросы ко мне, я слушаю. Продолжение следует...